итак продолжаем сейчас у нас второй этап будет и я хотела бы рассказать уже про ствол сосны вот как он пишется чтобы написать ствол нужно прежде всего помнить о том что сосну мы имеем ввиду такую вот который растет на каменистой почве которую нужно очень хорошо приспособиться для того чтобы выжить то есть зачастую это такое деревья так скажем измученная нарзаном хотел сказать но не нарзаном конечно это жизнью она измучена погодными условиями так далее достаточно в трудных условиях она обитает вот это некорабельная роща шишкина вот это достаточно такое стремящиеся к выживанию существо вот как видите я сейчас набираю тушь на кисть кисти кисточка у меня такая достаточно большая и ствол у меня будет такой немаленький вот смотрите я на всю поверхность есть и нашу серую тушь то есть я уже уже не было туши я ее развела немножко вот и теперь я буду убирать на кончик чуть-чуть потемнее тушь не чуть-чуть и сильно потемнее дальше нужно будет проверить на салфетке да вот у меня получилось мазок даже видно за градиентом здесь да вот показывал немножко накапливаем еще такой момент когда мы рисуем стиле пишем стиме композиционное решение в принципе должно быть таким образом бумага сама по себе самодостаточным мы ее должны только дополнить рисунком то есть в принципе изначально отношение к бумаге у японцев как нечто самодостаточного божественного даже вот оно звучит на японском как камень камень это слово амафон к слову которая переводится как божество наверно слову камикадзе все слышали божественный ветер да вот это из отопы и так ведь каком не мозог получается у меня получается мозог который кстати буду из двух частей собирать могу чуть-чуть еще добавить туши с ним не хватает не обязательно что было как и говорю уже полная прорисовка да мы берем как будто у нас здесь часть ствола вообще в принципе здесь очень такой рисунок может быть такую скажем восприятие кадрированные так скажем вот пока у нас ствол немножко подсыхает мы можем ему немножко структуры нет факту не структуры фактуры придать крайне слово это очень важно бывает я рисую даже не кончиком а вот и на середине кисти и у меня получается такие вот мазочки деревянную такую фактуру пускай чуть-чуть просохнет пока я буду показывать как можно будет рисовать как можно будет рисовать более крупную ветку как она у нас будет отходить от основного основа чистого вот у нас обратное такое движение и вот такая вот у нас ветка будет идти пускай она будет так мы можем также и придать какой-то структуры да чуть мягкая получилось мы можем ей придать опять же таким же образом фактурность жесткости придать вот чуть-чуть тени вот вот у нас получилось такая вот сама по себе полноценная ветка вот вполне не уж конечно можно рисовать какие-то более маленькие веточки как их рисовать я показываю теперь что мы делаем дальше чтобы видно сейчас покажу что мы делаем дальше если допустим у нас ствол очень сырой ведь у нас достаточно влажный а нам нужно добиться эффекта сухости мы берем вот так вот салфеточки салфеточки обычные бумажные столовые салфеточки которые нужно купить в принципе в любом магазине я сверху промахиваю изображение промахиваю все с одной стороны с другой стороны и получается рисунок более сухой так заметьте еще такой момент я рисую на коври коврики для каллиграфии зачем я это делаю что просто бумага она как промокажка в своей фактуре вот она просто протечет если она прилипнет к столу у вас весь рисунок отпечатается именно на столе это будет некрасиво вот мы можем показать кору вообще корана такая вот у этой сосны она очень похоже может быть отчасти на чешую и она места и может отставать здесь вообще по концу не знаю дупого может быть работаете не только кончиком кисти работаете всей поверхности кисти если если это нужно вот у нас кора мы можем сделать более такие вот темные круги если в этом есть необходимость станет не работаю сухой кисти сухой где-то можем показать что она встает смотреть вообще с принципе сами если вы считаете что где-то что-то нужно наполнить дополняйте если вам кажется что такой необходимости нет где-то могли может быть даже отхождение до самого ствола то есть понятно что она такая вот она отсылаивается вообще на самом деле японцы очень много часто любят старые вещи так скажем но не то что часто неправильно я выразил все-таки у них как бы есть свое понимание эстетики вот эстетического мировоззрения на вещи то есть если вещь старая или предмет по пути старыми там дерево стараться что-то плохо и наоборот очень хорошо это испытано времени но как бы впитывает себя дух происходящего вот я считаю что стоит хватит в принципе вот здесь вот можно как-то только затемнить и все этого у нас получилось вот так вот такой вот у нас дерево будет с такими пятнами чуть-чуть хочется что-то такого ну я не буду показывать снова иголки вот потому что я уже следующий раз все буду в ней собирать вот у нас такой ствол получился достаточно красивый